У меня сегодня как никогда нет никаких претензий к команде, ни в самоотдаче, ни в тактическом рисунке, ни в том плане, который мы придерживались. Нельзя же там, да, про судья ничего нельзя говорить, но как-то было удивительно, что одни и те же нарушения трактовались по-разному. Но к ребятам вопросов нет, даже когда в десятером все выложились, и если бы, я думаю, что все игры бы так вот играли, мы бы, наверное, не были на последнем месте. Пожалуйста, вопросы. Владимир Владимирович, а сегодня команда показала какую-то физическую готовность, прям по движениям было видно, что на какой-то вышло, но на конец сезона. Оставшиеся два матча этот состав будет играть или опять какие-то возможные изменения? Ну, я вообще сторонник такого, уже чтобы стабильнее был состав. Естественно, что изменения есть, как правило, связаны со здоровьем футболистов. Кто-то вышел, кто-то только-только в группу вошел, в основную тренироваться, кто-то заболел. Поэтому получается немножко такая вот ротация. На самом деле, это выбор тоже не особо большой. Физически, но не знаю, я опять же ничего не хочу сказать, какие там были тренировки до этого, но у нас достаточно интенсивные тренировки, и ребята их выдерживают. Поначалу, конечно, было тяжеловато, но сейчас видно и по движению, и по игре с Балтикой то же самое было видно, и ребята вели игру, и играли-то неплохо. Надо вот, осталось то, что, я не знаю, как-то нам очень легко залетают голы. И со штрафного, и с углового. Штрафной тоже странный, мяч уже вышел за поле, уже игры никакой не было. Он перебежал перед Серегой рядом, это еще неизвестно, кто кого сбивал. Штрафной поставил, угловой тоже самое. Не угловой, вернее, это когда там штангу нам попали. Ну ладно. Еще раз, претензий к ребятам нет. Никаких. Пожалуйста, еще через три дня будет месяц, как вы, в клубе. Можете как-то в промежуточные итоги этого отрезка своей работы провести? Ну, тяжелое время, конечно. Попал в тяжелое время, но не попал, пришел в тяжелое время. Одна из основных задач была, ну и как бы сейчас, опять же, обидно другое, что ребята как бы, ну не заслуживают поражения. Вот последние две игры, это уж точно. Психологически, наверное, где-то что-то вот у них такое, неуверенность какая-то в себе. И отсюда мы и забить-то не можем. Хотя моменты есть, моменты есть, и сегодня они были. Ну не забиваем. Конечно, естественно, выиграть, если ты не забиваешь, ну невозможно. Вера в себя у команды не пропадает, то есть, что на эмоциональном фоне? Стараюсь все для этого сделать, чтобы не пропало. Все для этого стараюсь сделать, потому что, ну опускать руки, как бы, ну тогда будет еще хуже. Да, опускать руки у дел слабых. Вот, надо продолжать работать. И осталось еще две игры. Так же надо готовиться, настраиваться, выходить и с той же самоотдачей выходить на поле. Так вот, в последних играх. Владимир Чар, вот эти две игры для игроков этого состава будут для кого-то решающими, кто пойдет в весеннюю стадию, с кем придется расстаться? Потому что, ну, объективно поменяли тренера, ситуация, ну, кардинально не изменилась. И понятно, что, скорее всего, они и в тренере главный корень проблем. То есть, эти две игры, они определяющие для некоторых игроков? Или этот состав, вы видите в нем будущее и усилившись, дальше мы весной войдем? Ну, правильностью говорите, но на самом деле это всегда такое. Это жизнь футбольная. Как бы, это и моя же, это судьба так же будет зависеть, да, там, и футболистов, естественно, что какие-то изменения будут. Потому что такого, наверное, глобального изменения не будет, потому что, ну, и футболистов сейчас не так легко найти, которые, ну, действительно, реально помогут команде, и они без контракта, да, очень сложно. Ну, какие-то изменения будут, но все-таки, наверное, я думаю, что большинство футболистов, они продолжат чемпионат.